На подворье русской духовной миссии в Хевроне освящены колокола храма святых праотцев. Деньги на изготовление нового полного набора компанов собирали всем миром в России. Имена жертвователей, а это более 500 человек, нанесены на внешние поверхности колоколов. Отливали компаны в московской мастерской Ильи Дроздихина, а накануне они были доставлены на святую землю. Большой участок земли с маврийским дубом, рядом с которым братец Аврам принимал святую троицу под видом ангелов, был одним из первых приобретен в Палестине архимандритом Антонином Капустиным. До революции на территории были возведены келейный корпус для монахов и смотровая башня. Освящение храма в честь святых праотцев состоялось в 1925 году. Набор колоколов на колокольне не был полным, а со временем они вовсе потеряли свое звучание. На колокольне был поднят только один единственный колокол весом 250 килограмм. И вот так вот колокольня стояла без колоколов, пока в 2013 году к нам не обратился отец Алексей с просьбой найти пеценатов, которые поучаствовали в приобретении вот этого набора колоколов. В течение нескольких месяцев средства были собраны благотворительным фондом «Звон колоколов». Семь колоколов полного набора звучания были отлиты в московской мастерской Ильи Дроздихина. На каждый колокол нанесено фирменное клеймо, как знак, гарантирующий высокое качество. Самый большой колокол, который мы привезли сюда на святую землю, весит 160 килограмм. На нем, помимо стандартных надписей «Отлит мастерской Ильи Дроздихина» в 2013 году и «Всякое дыхание дыховалит Господа» изображены иконы. На этом колоколе четыре иконы. Это икона Спаса Нерукотворного, Федоровской иконы Божьей Матери, Николая Чудотворца и Ильи Пророка. Также по традиции на колоколе нанесены имена жертвователей. Вот на этом колоколе 270 имен выгравированы тех людей, которые поучаствовали в приобретении вот этого колокола. Более 500 человек со всей страны стали соучастниками «Доброго дела», сохраняя традиции российской благотворительности. Промыслом Божиим устроилось так, что колокола установлены и освящены в неделю почитания святых про отец, которые приходятся на предпоследнюю неделю перед Рождеством. Освящение колоколов. Действие совершенно удивительнейшее. Читаются удивительнейшие молитвы на освящении колоколов. Призывается благодать Святого Духа, благовествование, призывание на молитву, освящение земли сей, ограждение от всяких напастей, отграда, губительства, молниев. Колокольня. Она завершает как бы хромоздание, завершает и совершает богослужебный круг. Колокольный звон, он участвует во всем. Призыв на молитву, призыв на трапезу, набатный звон, колокольные звоны, они самые разные. Красный звон, пасхальный звон, встреча патриарха, погребальные звоны. Теперь колокольня полностью, она сформирована спустя сто лет. И вот завершается это столетие строительства храма, оно завершается как раз установкой полного набора колоколов на колокольне Троицкого монастыря в Хевронии.